Да-да, я помню. Что? Что? Я снесу на две звезды? Потому что на таких аккаунтах я не играл. Максимум это я был на 10-м таунхолле и то не фуловом. В общем, ребята, мало того, что он 11-й таунхолл, так он еще и в легендарной лиге, ребята. Он, я сказал, в начале почти максимальной прокачки, но на самом деле нет. Посмотрите, у него еще много чего не прокачано. Забор у него далеко не фуловый. А здесь, я вам скажу, ребята, сидят абсолютно все фуловые парни. Посмотрите на его армию. У него не прокачаны герои еще. То есть, поверьте, 5 уровней решают. Здесь все герои 45-го уровня на таких кубках. Много юнитов тоже не прокачано до максимума. Да, основа у него есть, но все равно без фуловой прокачки сидеть в легендарной лиге, это большой респект. Я вам хочу сказать, что большинство людей, которые даже до сих пор задротят в Clash of Clans, далеко не смогли взять эту лигу. Хотел сказать арену, далеко не все смогли взять эту лигу. И далеко даже, я вам скажу, не все сидят в титановой лиге. Поэтому, блин, легендарная лига сегодня будем обозревать. Я бы хотел показать, ребята, вам много классных каток его. Давайте посмотрим, кстати, какой он в топе в мире. Ну, конечно, да, здесь 6 тысяч все. Ну, давайте местные. Местные в русском топе. Какой он? В русском топе он местный... Точнее, местный. Ах, аж 1600. Ну, многие, да, сидят в этой лиге, но все равно большой респект ему. И то, что я нахожусь на этом аккаунте, естественно, мне еще больше удовольствия смотреть на вот эти кубки, на вот эту базу, на вот эту прокачку. Это ж столько времени нужно, либо столько денег, не знаю. Круто, респект. Но, прежде чем мы перейдем, ребят, к атакам, прежде чем мы перейдем к обзору, я хотел бы порекомендовать вам мой клан. На данный момент этот аккаунт находится в моем клане, но это временно, в гости приходим, в общем, общаемся, поэтому пока в моем клане. Заходите. Единственное, что я вас прошу, у нас акцент на деревню строителя. У вас должно быть 3250 кубков на деревне строителя. В русском топе наш клан на данный момент 5 место. Если вы вдруг не попадаете в основу, у нас есть еще академка. Ниже чуть-чуть спускаемся. Вот холдик академ. Вот хэштег, вот название. Тут прием 2800 плюс на деревне строителя. Заходите в мои академки, в мою основу. Будем вместе развиваться, будем вместе играть. Ну что, возвращаемся теперь к основной деревне. И, блин, я на самом деле очень редко играю в основной деревне на своем аккаунте. Но на этом акке, блин, прям очень хочется посмотреть атаки, очень хочется смотреть какой-то микс, пофаниться. В общем, я надеюсь, вы поняли, да, что сегодня будет больше фан ролик, чем что-нибудь такое, ну, топовых атак не будет по нескольким причинам. У него всего лишь одна атака, и то он говорит, что лупа у него крутится 2 часа, ребята. То есть противник подбирается очень долго, нормальный. Но я думаю, вы это знаете. И давайте посмотрим же его, повтор какой-то. Так, блин, у меня, честно, я вот смотрю, и я без понятия, как оттачить такие базы. Ну окей, он для меня приготовил микс, который говорит, ну, реально должен изи зайти. Выбрасывается голем, и следом выбрасываются все остальные юниты в линию. Сплы по, ну, по назначению, по ситуации смотреть нужно. Вышибалы, топчик, кстати, я вышибалами, их ввели очень давно в игру, и я еще ими ни разу не играл, только на приватном сервере. Для меня это будет что-то новенькое, и я сейчас тоже проведу одну онлайн атаку, возможно, две. Покажу вам тоже его парочку атак, и не знаю, что еще на этом аккаунте снимать. Но если вы хотите больше выпусков, то, естественно, я что-нибудь еще интересное засниму. Ваши комментарии, естественно, помогут следующему ролику. То есть, что вы попросите, вот если какой-то микс или какую-то фанатаку, вот что вас интересует, я обязательно сниму, возможно, еще вторую часть. Поэтому дерзайте в комментариях и лайки ставьте, будет очень круто. Так, я так понял, это с клан Касла вышли вышибалы. Так, 65%, ну, как-никак, уже одна звезда, да. То есть, уже победа. Это не деревня строителя, что тебе нужно как можно больше выбить, чтобы твой противник тебя не перебил. Здесь такого нету. Потом я покажу еще какую-то атаку с клан Вара его. Он говорил, там тоже есть прикольные атаки, на 100% брал. А сейчас я предлагаю, ребят, сходить в онлайн атаку. Лично я. Ребята, я вам честно скажу, я на таких кубках, не то что нуб, я просто ноль. Такое ощущение, что я в эту игру в жизни не играл. И я не знаю, как я сейчас буду атаковать. В общем, пока идет подбор противника, я не знаю, я не хочу подбирать, блин, подберется вот любой, сразу на него нападу. Не хочу там выбирать слабее, сильнее, не важно. Мне кажется, я буду одного противника ждать, ну, очень долго. В общем, нажимаю видео на паузу и как только подберется противник, мы продолжим. Ребята, наконец-то подобрался мне противник. Я ждал реально долго и, блин, знаете, мне повезло. Подобрался мне не фуловый и я надеюсь, что я его вынесу. Ребята, не судите строго, не надо бомбить. Я не знаю, с какой стороны мне тачить, что нужно изначально вынести. Я знаю, что мне надо как-то инферно уничтожить, как-то там через фриз оттачить. Я ноль в этом, ребятки. Поэтому не судите строго. И я, наверное, буду оттачить со стороны, со стороны, вот с этой стороны. Не знаю, почему, но вот буду с этой стороны оттачить. Все, всех в линию выбрасываю, как он мне и говорил. Вышибал в линию, я не знаю, правильно я делаю, неправильно. Король, королева, всех подряд. Так, я всех выбросил? Нет, не всех. Нужно всех выбрасывать, так. Блин, я забыл забор сломать бомберами. Блин, круто, конечно, но... Мне кажется, я здесь даже звезду не возьму. Я не знаю, может оставить вышибалу там на добивание? Да, так, наверное, и сделаю. Давайте вот здесь хил. Я кинул хил или нет? Блин, что я так туплю? Банку. Тут рейдж. Рейджом, да. Отлично. Так, вышибалу, наверное, вот здесь. И вот здесь. Чисто на проценты. Чисто добивать проценты. 35% я уже снес. Там уже орлиная артиллерия гасит меня. Так, давайте рейдж. Почему я рейдж не использую? У меня сколько рейджа? Я его не использую. Так. 48%, ребятки, я тут в звезду уже забрал. Ты смотри, какой я стратег. Так. А, вот этот еще типчик. Он, короче, купол такой делает. И все бессмертные, типа, да? Да-да, я помню. Что? Что? Я снесу на две звезды? Да ладно, я две звезды? Ха-ха. Круто. На самом деле, можно было взять и на три звезды, если бы немножко ровнее руки были бы у меня и побольше опыта. Но все равно я так форманул неплохо и две звезды забрал, ребятки. Я считаю, что для первого раза, для первой атаки, не имею опыта вообще, ну, я не буду спорить, что это не фуловая. Хотя, не знаю, может и фуловая. Да не, похоже на фуловые. Ну, по зданиям дефа, да, забор, естественно, вообще здесь ни о чем. Но забор, я не знаю, сильно решает на таких армиях или нет. Тут у меня еще и ведьма жива. Да мы еще, смотрите, проценты набиваем. Круто, давайте, добиваем до конца его. Не буду завершать бой. Любые проценты нужны, потому что здесь бонус просто бешеный. Тут, не знаю, тут нету дефицита на ресурсы. Тут такого нету. Только кубки важны, видим, да. Но хотя здесь не скажешь по расстановке моего противника, что ему ресурсы не нужны. Они все в середине. В основном я знаю, что... В общем, не так много ресурсов я забрал, как в основном забрал я бонус. 326 тысяч золота, 326 тысяч эликсира и 2 300 дарка. Это просто бонус. Ну, я еще базу, конечно, подобрал не сильно с ресурсами. Но подбирать базы тут, это жесть. Это можно на это потратить 3-4 часа. Ну что, ребят, продолжаем запись ролика на этом аккаунте. У меня немножко подзависит интернет. Пришлось перезапустить игру. В общем, еще раз в атаку у меня идти нету желания. Не по той причине, что я боюсь слить или я не знаю, как атаковать. А по той причине, что реально очень долго подбирается противник. Вот для вас она всего лишь мгновение подбор противника идет. А в моем случае это минут 30, может быть и 40. Это не знаю, что зависит. И тут реально играть это сплошной ад. То есть, ну вот так вот сидеть часами убивать с 5 кубков. Жесть, конечно. Легендарная арена круто. Но я не знаю, как люди сидят на 6200. Вот это жесть. Сколько нужно времени потратить? Я не знаю. Давайте посмотрим, я не знаю, повтор один. Как его база держит? Тут на меньше всего, сколько его сносили? Ну вот на 47% в одну звезду. Давайте посмотрим, как оттачат его базу. Возможно, для кого-то это будет полезным. Так, Хок. Образовывается Хок, наверное, для выманивания Клан Кастла. Или я не знаю, для чего. Ну, скорее всего, да. В Клан Касте никого не было. Так, смотрим. Что дальше будет противник? И тут он забирает ресурсы. Видим, да, что все ресурсы за забором. Потому что они не нужны вообще. Тут кубки, за кубками идет война. Но никак не за ресурсами. Тут бонуса хватает с головой. Ну, конечно же, надо больше. Надо и ресурсы набивать. Но это с тем моментом, когда ты набиваешь кубки. И фаном сам с собой приходит. Итак, запускаются шахтеры. Да, или что там? Я с шахтерами тоже не играл. Да, вот шахтеры. Так, тут еще хилки, вышибала, колдуны, герои. В общем, все подряд в один угол, да. И все. И просто с пылами дальше подкидывать. Давайте на Х2. Так. Мульти Инферно дамажит. Так, тут фрезуется. Фрезуется, я так понял, орел. Орлиная артиллерия. Так. Ну, блин, она гасит неплохо. Смотрите, смотрите. Таунхол тут не... А, не, наоборот, тут снесли таунхол, но не взяли 50%. То есть, второй звезды не выбили. Одна Инферно видим на улучшении. Соответственно, она не дамажит. Это большой минус. Ну, знаете, база его справляется. Неплохо так. Смотрите, 37%. Ну, дальше уже пойдет добивание, да. Ну, да, добивание. А, еще он 2 шарика летит. 2 шарика на проценты. Плюс он миньончик. Тут каждый процент очень важен. Ну, хотя, это не КВ. Я не знаю, чем важен процент в данном случае. Ну, бонус, конечно. Чем больше процентов, тем больше бонус дает. Это понятно. Ну, все равно, да. 50% он здесь не выбил. Еще вот здесь миньончика. Ну, давайте на их 4. Добивание это скучная тема. 45, 47, я знаю, он выбьет. И это, наверное, последняя эта шахта он добивает. И все, да, скорее всего. Да. Дальше ПВОшка уничтожила. Ну, вы знаете, его база тоже неплохая. Хотя, на первый взгляд, я бы не сказал, что на фуловой. Вот смотришь на этот забор, это же с девятой ратуши, да? Это вообще с восьмого. Ну, я просто знаю, что такое забор. Без доната его качать вообще жесть. Это либо нужно играть долго, опять повторяюсь, либо донатить. Забор стоит очень дорого. Я вот сейчас качаю забор на десятый уровень, и он 2 ляма стоит. Раньше он стоил 3 ляма. Это сейчас после обновы уже как бы полегче его апать. Но все равно, 3 ляма на одну заборинку. Хорошо, что можно и тот, и тот ресурс тратить. Но это реально сложно и долго. Вы играли без счета слишком долго. Вы скоро будете изгнаны на несколько минут. Чего? Блин, я не знаю. Да тут вообще никакого удовольствия играть именно на этих кубках. Я не говорю про одиннадцатый таунхолл. В общем, меня сейчас кикнут из игры, я так понял. Не знаю, из-за чего. Ну, в общем, написали из-за чего, из-за того, что играл долго без счета. Это жесть. А, ну это делается для того, ребят, чтобы вас в поиске находило. Потому что многие специально с игры не выходят. Дрочат на кубке, извините за это выражение. В общем, ладно, на этом буду прощаться. Ребят, вы подписывайтесь на канал и в комментариях пишите, какой фан вы хотели бы с этим аккаунтом. Какие, возможно, миксы вы хотели бы увидеть. Атаки или что вы вообще хотели увидеть. Я, конечно же, почитаю и, возможно, запишу вторую часть. Возможно, какую-то расстановочку. У него есть тролль-база. В общем, если что-то хотите, обязательно спрашивайте. Обязательно сниму для вас. На этом буду прощаться, ребятки. Спасибо всем за просмотр. Спасибо всем за поддержку. Желаю вам удачи, удачных сражений. Всего вам хорошего. И до новых встреч, ребятки. Всем пока.